Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обещал выкладываю честный обзор на М4FL10, который сейчас продается за 3500 золота, голый, лысый, просто машина и слот в ангаре, либо можете взять себе за 7500 в составе набора с Kunze Panzer. По поводу данного наборчика я уже высказал свое мнение в предыдущем видосе, ну а в данном видео мы просто обсудим с вами конкретно данного товарища. Это уникальная машина и да не заплюют меня смотрящие данное видео, я попытаюсь объяснить, почему я считаю именно так. Я очень сильно был удивлен данной машине, когда получил ее из контейнера за просмотр рекламы. Поначалу я очень сильно расстроился и сейчас попытаюсь объяснить, почему. Дело в том, что все вот эти вот товарищи похожего внешнего вида, они меня очень сильно разочаровывают, причем постоянно. Ну вот по типу всех вот этих вот Рудольфов, Хайскоров, Шерман Лозы, короче говоря, все вот эти машины на вот таких вот корпусах, они мне не заходят абсолютно. Они большие, они картонные, их разбирают постоянно. Да, у них там у некоторых хороший ДПМ или хорошая Альфа, или время перезарядки неплохое, точность там, у каждого какой-то есть свой плюс. Но в целом внешний вид он меня вообще просто выморозил, потому что здесь идет чисто американский корпус и французская башня. Ну нате, здрасте, забор покрасьте. Я не знаю, честно говоря, как так получилось, как его скрестили и почему так вышло. Но я был очень сильно удивлен не тому, как он выглядит, а был удивлен его орудию, потому что орудие, ребят, оно уникальное на своем седьмом уровне. У него есть система дозарядки, три снаряда и время дозаряда очень классное, очень комфортное. Время перезарядки между выстрелами в пределах самого магазина составляет меньше, чем полторы секунды. Это реально чума какая-то. Что касается ДПМа, то для среднего танка, пускай это не фонтан, 2100 на своем уровне, у того же самого кунзепанзера, у легкого танка, и то 2200 там с копейками. Здесь же действительно ДПМ как бы низенький, но прикол машины абсолютно не в ДПМе. Время сведения 3.7 и разброс. На барабанных орудиях такие уж цифры точно. Надо заценивать непосредственно в самом бою, куда мы сейчас с вами и отправимся. Что касается пробития, 151, я бы не сказал, что это бодро и классно. И это, ребят, с учетом того, что оборудка у меня стоит не на вентиле, а вот как раз на улучшение пробоя. А если вы улучшение пробоя ставить не будете, то и того будет меньше и играть будет действительно очень сложно. При этом, ребят, есть голда на 212, ее тоже порой не хватает. Попадаться, допустим, там с тяжелыми танками на восьмом уровне, которые могут к вам заехать в бой, я бы не сказал, что всегда будет бодро получаться. Но в целом плюс-минус играбельно, плюс-минус хватает. Угол склонения орудия вниз очень сильно расстраивает, минус 6. Это крайне дискомфортно, исходя из размеров данной машины. Что касается, ребят, брони. Ее сейчас обсудим. Сначала посмотрим с вами на сравнение. Здесь представлены танки седьмого уровня полностью все, вне зависимости от нации, либо от класса техники. И, как вы видите, данная таблица подтверждает, что эта машина является единственной на уровне, на всю вот эту вот простыню, которая обладает цикличным, господи, цикличным барабаном с системой дозарядки. Вот подтверждение данному факту. Все остальные машины на левеле, они являются либо просто барабанами, либо цикличными орудиями. Что касается брони. Здесь брони практически нет. Да, типа оранжевая, но по большому счету пробивать будут все. Да, можно как-то там вот так встать, и типа вот здесь может быть какой-то рикошет на 142. Но сюда бить особо не будут, потому что есть башня, в которой 127 с учетом приведенки. Короче говоря, ребят, по броне здесь ловить просто-таки нечего. Именно поэтому, ребят, угол склонения орудия, вот этот вот вниз, он мало того, что дискомфортен, отыгрывая где-то от неровностей, да, так еще и для того, чтобы выехать и выстрелить в кого-нибудь там с горки какой-то, вам необходимо вылазить практически полностью или вообще полностью залезть как орлу на гору, ну и, соответственно, нахвататься плюшек от ваших соперников, если они вас увидят, и, соответственно, в вас в первую очередь они и будут сводиться. Что касается бортов, что касается кормы, здесь все очень скучно, очень грустно. Здесь под башней и в затылке вообще 20 миллиметров. Короче, фугас, привет тебе, залетай, милости просим. Что касается сравнения со средними танками, со своими одноклассниками. Поскольку данное орудие является с системой дозарядки, сравнивать, ребят, просто не с кем. Это дурная затея, все машины играются абсолютно по-другому, не так, как этот товарищ. И не рассчитывайте на то, что данная машина будет играться как Прога, 46-я, на своем 8-м уровне с ее системой дозарядки. Но в чем-то они похожи. Единственное, что по живучести, безусловно, М4 далеко не Проджета 46. Что касается подвижности, 52 километра. Я бы сказал, не вашим, не нашим, потому что есть ребята на 53, на 55. Есть у нас товарищ, у которого вообще 65 скорость. Поэтому, ребят, говорить о том, что это прям самая классная по подвижности машина, не приходится. Но и задних она не особо пасет. 52 в целом достаточно, чтобы передвигаться. Есть ребята, которых 45, допустим, как у Лео. Почему бы и нет. Что касается процента доходности, 140 процентов. Я бы сказал, что среди средних танков тоже далеко не самый лучший показатель. Потому что есть 150, а есть некоторые даже на 155. Тот же самый Игл-7 или Т-23Е3, который вы можете купить себе в любой момент через ветку исследований. Таким образом, получается, что самым существенным плюсом данной машины является уникальность ее орудия. Во всем остальном, ребят, эта машина, я бы не сказал, что прям совсем дно, но и до имбы ей тоже как бы еще плясать и плясать. Ну что, заценили характеристики по машине. Я думаю, что ничего другого нам не остается, кроме как взять данную машину, убедиться в том, что мы попадем во встречный бой. Ну и, соответственно, туда отправиться. Друзья мои, я очень прошу каждого из вас, кто смотрит мои видео уже не первый раз, и вам нравится подача, и вам нравятся обзоры, и вы за честность обзоров, и вы хотите, чтобы канал развивался и готовы ему в этом помочь, вам не обязательно для этого иметь деньги и бросать мне донаты, хотя донатная ссылочка есть в описании под данным видео. Вам достаточно подписаться на мой канал. На сегодняшний день в процессе развития канала самое важное для него это участие зрителей, и ваше участие может проявляться именно в том, чтобы подписаться на канал, продолжать смотреть мои видео, но уже с оформленной подписочкой, тем самым давая возможность YouTube рекомендовать меня все большему и большему количеству зрителей. А еще я буду благодарен вам за ваши лайкосики, за то, что нажмете на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ну и обязательно пишите комментарии под видосом. Во-первых, это помогает развитию канала, я говорю об этом абсолютно честно и открыто, ну а во-вторых, ребятам, которые пытаются определиться в отношении того, покупать ли ту или иную машину или тот или иной товар в магазине, интересно и ваше мнение в том числе, а не только мнение автора данного видео. Что касается подвижности машин, как я говорил, подвижность вполне нормальная, вполне достойная, еду вполне бодро, все окей, все хорошо. Что сейчас смущает, так это то, что вот я сейчас уже практически полностью на гору выехал и при этом орудие вниз не склоняется нормально, вот для того, чтобы выцелить вот здесь, допустим, товарища в нижний бронелист, да, или там в какую-то уязвимую зону, я практически весь выехал на гору и явно здесь сейчас светился бы, как новогодняя елка, если бы были здесь ребятам соперники. Ну и, соответственно, я бы уже получил, как минимум, одну тычку в свою картонную морду. Да, пускай не прям имба картона, но, поверьте мне, залетает просто-таки на ура. Где ездят наши товарищи? Вот они. По точности орудия все очень классно, все окей, вопросов нет. По времени сведения оно немножечко подкачивает, и сейчас объясню почему. Дело в том, что орудие перезаряжается гораздо быстрее, чем сводится. И получается крайне неприятная ситуация, которая меня всегда вымораживает. Я уже готов стрелять, но не могу этого делать, потому что орудие еще не свелось. Зачем разработчики сделали такое с этим орудием, я не знаю. У этой машины это, в принципе, единственный плюс, это ее уникальный ствол. И было бы справедливым, коль во всем остальном ей отказали, ну не считая подвижности, сделать все-таки ей время сведения нормальное и адекватное. Так, чтобы данный барабан можно было максимально бодро реализовывать в бою. Пока я там катался, когда высунулся, я умудрился уже получить тычку. Давайте посмотрим куда. Ну, конечно же, верхний бронелист, который не отличается абсолютно никакой броней. Крепкости у него, как таковой, нет. Ну и, соответственно, рассчитывать на то, что от него будут какие-то рикошеты, я бы не рекомендовал. Так, знать бы, где ПТ-шка вражеская скрывается, было бы немножечко проще. Потому что мне кажется, что как только я сейчас выйду из-за всех этих сооружений, получу в дыню хорошенько. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Один снаряд мимо ушел, но обратите внимание, насколько быстро дозаряжается орудие. Это действительно крайне приятная пушка в этом отношении. Ты действительно крайне полезен. Ты можешь добирать недобитков, ты можешь раскидывать полностью весь барабан. Не хочешь раскидывать весь барабан, кинул одну-две плюхи, пошел на дозарядку. И что самое парадоксальное, что играя на данной машине, я лично не успеваю ощутить времени перезарядки. То есть у меня нет такого чувства, как порой бывает на проге, хотя там тоже хорошее время перезарядки. Но все-таки здесь это происходит гораздо веселее, гораздо быстрее и гораздо менее ощутимо. Так, хочу, хочу, хочу добрать. Нет, не добрал. Давай еще раз. Ну вот теперь доберу. Есть еще один снаряд. Мог бы сейчас еще раз рискнуть, если вдруг чего. И время перезарядки внутри магазина в 1,3 секунды. А я бы округлял уже, если так по крупнику, то все-таки до полутора секунд, да, а не до одной секунды. Но это просто божественное время перезарядки внутри магазина. Поехали. Вперед. Я единственное, что вот сейчас немножко тупанул. Мне необходимо заехать все-таки немножко сбоку, потому что как только я выйду сюда на холмик, я уже засвечусь. И при этом всем я не смогу нормально стрелять, потому что мне не будет хватать, блин, не заметил холм из-за куста. Мой косяк. Но две тычки закинул. И я успел перезарядиться и добрать товарища. И это, ребят, при том, что у меня барабан. Да, с системой дозарядки, но все-таки это барабан. И когда ты вот так быстро дозаряжаешься и можешь кинуть еще четвертую плюху, а если надо, то потом еще и пятую, то ты чувствуешь себя действительно просто мегапулеметом каким-то, а не просто орудием. 1170 единиц урона. Далеко не предел для данной машины. Три уничтоженных фрага. Господи, врага. Три фрага в копилке. 30 тысяч серебром чистоганом. И результативность по команде не блещет, но свое третье место я занимаю. Поверьте мне, М4ФЛ-10 позволяет вывозить вполне спокойно за бой по 1500 урона гарантированно. Главное, нормально пристроиться в бою, так чтобы вас не разбирали. Что это за машина? Это машина, в первую очередь, вот такая вот пиранья, которая в кого-то может вцепиться и хорошенько разбирать. Главное, делать это грамотно и толково на расстоянии, либо от каких-то укрытий. Второе, это машина, которая бодро помогает команде победить путем того, что она минусует стволы. Минусует их четко, минусует их жестко. И встречаться с данным товарищем в бою, когда вы не добиток, вам точно не захочется. Потому что вы кинете в него одну плюху, а он успеет в вас отбросить свой барабан. Ну или два снаряда, или вообще шесть, если будет дозаряжаться по одному. Короче говоря, главная фишка данного аппарата, это просто чумовое орудие на своем уровне. Если вы со мной согласны, либо не согласны, как я уже говорил, обязательно пишите об этом в комментариях. Заходит ли вам М4 FL10 как тачка? Ну и планируете ли вы себе ее покупать? А если уже купили, то напишите свое мнение в отношении первых боев, которые вы на ней отыграли. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Спасибо большое за просмотр. Буду рад видеть вас на канале. Всех благ мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok